Дорогой наш поэт, привет, Валерий. Здравствуйте, Харьков Магнитович, здравствуйте. Ты мне сказал, что ты волну усовершенствовал. Да, но мы же, когда первый раз об этом говорили, я же не с этого начал, правильно ли? Ну ты расскажи, расскажи. Ну, я начал с того, что недели три назад я смотрел соревнования по лёгкой атлетике. Так. Ну, во-первых, я и занимался профессионально, скажем так. Ну и люблю я это смотреть. Там показывали, по-моему, чемпионат мира среди юниоров. И было два комментатора. Две женщины, выдающиеся спортсменки, они в своё время были чемпионками мира и входили в сборную команду Советского Союза. Поэтому это были люди, которые суперпрофессионально понимали, о чём они говорят. И был сюжет. Одна девочка толкала ядро. Ну, это они же постоянно комментируют, что они видят. Вот. А эти две женщины, одна занималась чистой бегом, а вторая занималась семиборем. А в семибори, естественно, выходит и толкание ядра. И вот эта семиборка говорит, вот эта девочка неправильно толкнула ядро. А её подруга спрашивает, она же бегуня, и она говорит, как это неправильно. Она говорит, она толкает ядро таким образом, что ядро летит в одну сторону, а спортсменка в другую. Нету синхронизация. Она говорит, а как должно быть? А он говорит, она должна быть с ядром одно целое. И тогда, говорит, у неё будет всё получаться, и она минимум там на метр, на два будет при тех же условиях дальше толкать. Вот. А я понимаю, как вот после того, как я где-то года два с вами познакомился, я сейчас уже очень многие вещи как-то сразу хватаю на летуть, которые раньше бы проскакивали мимо ушей. А я думаю, ничего себе. Значит, получается, что надо за ядро быть одним целым, и получается, что такой принцип можно применить к любому упражнению, особенно к ключевому упражнению. Ну, а вы про волну уже недели две, наверное, говорите постоянно. Да. А я сам на себе испробовал. Я понимаю, что волна – это самое простое упражнение. Оно очень простое. При этом этому упражнению ему, оно тысячелетие, оно на гараже называется. Я это упражнение ещё где-то года два назад знал. Но в чём прелесть ключа, что я на многие вещи смотрю по-другому. И вы объяснили, в чём смысл этого упражнения. А когда ты понимаешь, в чём смысл, ты начинаешь понимать, как его правильно делать. И оно начинает получаться. В противном случае, можно вот так вот болтаться, извините меня, вражение сутки, и ничего не понять. А тут, когда ты болтаешься, и ты понимаешь, куда ты идёшь, а ключ именно помогает понять, куда ты идёшь. Ты идёшь в определённое состояние. И когда я, делая волну, попадая в определённое состояние, тогда я понимаю, что у меня получается. Но я начал уже думать, а как другому объяснить, как попасть в это состояние. Я, значит, понял, что, в принципе, мне ничего придумывать не надо, вы уже всё придумали. Надо совместить состояние волны качающейся, в любом состоянии, главное качаться. И вашу формулу Фа, которая заключается в том, что вы должны одновременно кручась делать парадоксальное движение. Но я подумал, какое парадоксальное движение самое простое может человек придумать. А я это движение ещё раньше показывал. Берёте ладони, натягиваете пальцы и начинаете этими пальцами делать парадоксальное движение. В чём парадокс? С одной стороны, ладони натянуты, они напряжены. А я их заставляю ещё пальцы, что делать? Расслабляться, потому что без расслабления пальцев движение не получится. Я создаю так называемый парадокс. И когда я начинаю это делать одновременно, и начинаю сразу влетать в это состояние, которое мне надо. Если люди, многие попробуют это, поверьте мне, у многих получится сразу же. Ну, покрутитесь немножко дальше. Ну, это я так и держу пальцы. Вы можете на колени положить, как пианист играть. Вы можете, ну, короче, как вы говорите, подбирайте, как вам удобно. Принцип какой? Вторую доминанту создаёшь, конкурируешь. Совершенно верно, да. Если ты прешешься, как волна, и одновременно выполняешь на автомате другую работу какую-то. А потом ты можешь это вообще уже не делать, ты только об этом подумал, оно само тебя будет закручивать в то положение, которое ты захочешь. Вот, в принципе, и всё кино. Хорошо, а ты делал это, когда у тебя был сильный стресс? Вы понимаете, я сейчас уже знаю, как с сильным стрессом бороться. Вот. И у меня сейчас состояние жизни, которое позволяет вот так вот ходить, понимаете. То есть я себе могу позволить сейчас с ней работать, потому что я нахожусь на военной пенсии. Вот. Я занимаюсь любимым делом, я воспитываю свою внучку, я с ней гуляю каждый день. Вот. А всякие мелкие проблемы, которые возникают, я их решаю в обычном порядке. И я перестал смотреть информационные программы. Я только строчкой там узнаю, что такое, потому что я понял, что они меня начинают напрягать по той причине, что у меня сложилось такое впечатление, что сидит какой-то дядя и на весах начинает меня этими информационными программами просто запугивать. Я вот на это обратил внимание тысячу год назад, и после этого я перестал их смотреть. Поэтому начал смотреть спорт постоянно, исторические программы, вас постоянно смотрю. Ну, вот так вот и все. И стихи пишешь, и стихи пишешь. Скажи, что... Ну, это пожелание, вы же понимаете, я же их не пишу. Я вот с внучкой гуляю, допустим, у меня две внучки. С одной я за ручкой гуляю, а с другой с коляской гуляю. Вот с коляской иду, чтобы мне было веселье гулять, я начинаю в ритм что-то сочинять. То есть это не сама цель, это просто я себя развлекаю таким образом. Я понял, но ты мне скажи, ключ при чем? Ключ что тебе дает? Ключ дает понимание ритма, понимаете? Да. Вот. Я же почему, допустим, я иду, у меня есть какой-то ритм. В этот ритм я начинаю придумывать слова. У меня в голове начинает синхронизироваться движение и мозговая деятельность, потому что я слова подбираю в ритм. Я себя так и развлекаю, понимаете? Это просто мое развлечение. Одно из развлечений, которое можно придумать. Вот при этом ключ. То есть я синхронизирую движение и голову. Ну жизнь как-то поменялась из-за этого, нет? Я, во-первых, на многие вещи стало гораздо проще смотреть. Вот. Это первое. Второе. Ну, я раньше был понимать, как вам сказать. У меня многих проблем не было, с которыми люди сталкиваются, честно говоря. Вот. Потому что у меня была такая работа, которая меня заставляла быть в тонусе постоянно и бороться со средствами другими способами. А ключ просто у меня помог сделать то, что я и раньше делал, понимаете? По большому счету-то. Вот. Вот. И на многие вещи, я просто, как я уже сказал, я начал смотреть по-другому. Вот и все. Но при этом, я еще что вам хочу сказать. Столько, сколько я пересмотрел вас, я думаю, мало кто посмотрел. Потому что у меня было и желание это посмотреть, и время это посмотреть. То есть я мог вас смотреть каждый день по три часа, и меня никто не дергает. Меня никто не дергает, понимаете? Типа, иди посуду помой, там, поди мусор вынести, в магазин поди и так далее. У меня такого нет. Вот. Поэтому я столько пересмотрел вас. Я сначала не понимал, почему я вас очень сильно долго смотрю. Вот. А сейчас я уже понимаю, почему я вас долго смотрю. Потому что ваш голос, ваша манера давала мне определенность тех моментов, которые я сначала не втыкался. Вот. А сейчас у меня, знаете, какое развлечение? Вам задают вопрос, я выключаю звук, и я отвечаю вместо вас. А потом включаю и сравниваю, ваш ответ и свой ответ. Владислав, а что ты так вот к другому методу не прикрепился? А почему я не прикрепился? Я еще дыханием занимаюсь. Из чего вы решили? Нет, я хочу узнать. Нет, я, во-первых, очень хорошо понимаю, что такое дыхание бутейка. Я его очень хорошо знаю и понимаю. Я знаю, что такое есть такая система. Метод называется система-система, понимаете? Там в Москве есть выдающиеся люди, которые этим занимаются. Я очень четко понимаю, в чем смысл этих вопросов. То есть, вот как вы говорите, то есть, к любому виду деятельности, если применять ключ осознанно, эффективность повышается моментально. Вот. И я когда дыханием занялся, ну я всегда был, извините меня, ну не толстым человеком, а потом я пришел к идеальному весу, вообще ни на какой не день не делал. У меня сейчас тот вес, который у меня был, когда я женился в 23 года, понимаете? И когда я профессионально занимался бегом. Вот здесь. Ну снимать я футболку не буду, по-моему, по мне и так видно. Понятно. Ну молодец. Так ждут нашего сообщения с тобой, потому что я всем пообещал, что ты покажешь. И ты показал. Я показал. Могу еще раз повторить. Ну, по-моему, тут понятно все. Делайте парадоксальное движение на фоне волны. Это я показал на пальцах. Вы же можете по-другому делать. Вы можете одно плечо крутить в одну сторону, а другое – в другую. И в это время тоже крутится. Вы можете пальцы так делать. Вот. То есть, опускаешь себя на автоматизм в автоколебании, одновременно, чтобы это происходило естественнее и проще. А, да. Я еще что-то забыл сказать. Я себе представляю волной. Я же сам из Севастополя. У меня море там 200 метров. Поэтому понятие волны я понимаю очень хорошо. Тем более на футе служил сколько. И поэтому я себя представляю волной, понимаете? Вот чисто говоря. Мне это просто представить можно. Это совпадает с твоим действием. Да. Ты синхронизируешь внутренний образ с внешним действием. Да, но этот образ, он меня не напрягает, чтобы люди понимали. Он меня не напрягает. То есть, я в этот образ хожу естественным образом. То есть, я четко понимаю, что я хочу увидеть. Да, а если это другой человек там не жил рядом с морем? Значит, пусть он для себя другой образ придумает. Пусть он будет не волной, пусть он будет облаком. Пусть он будет деревом, которое качается. Кипарисом там, тополем. И одновременно делать, еще раз скажи, любые парадоксальные движения. Парадоксальные движения – это асинхронные движения. Есть люди, которые новички, и они формулу ФА не знают. Они не знают, что такое парадоксальные движения. Они не видели наши теоролики и не были там у нас на ликбезах и вебинарах. Они вообще не знают, что такое формула ФА. Значит, тогда скажу так. Что такое парадокс? Это совмещение двух противопорожных вещей. На руках покажу. Я напрягаю ладони. И чтобы мне их расслабить, мне надо пальцы начинать двигать. Но, двигая пальцы, у меня состояние натяжения ладони остается. Вот вопрос в чем. То есть, я не расслабляю ладонь, чтобы пальцами покрутить. Она у меня остается напряженная. То есть, они как струны мои пальцы. Вот, я создал напряжение. И в этом напряжении я ищу расслабление. Вот, молодец. Так, и одновременно делаешь волну. И одновременно делаю волну. Но, если тяжело держать руки, положить их на ноги. И так тоже самое делать. Это один из вариантов. Есть другой парадокс, когда одна рука в одну сторону движется, а другая в другую. А что ты... Допустим, можете, как вот в детстве, помните, там, упражнение? Ну, вот так вот, да? Да. Можете попробовать то же самое делать. У вас тоже самое будете туда попадать. Малер, что ты чувствуешь перед входом и во время, когда ты вошел туда? Ну, во-первых, надо исходить из того состояния, которое у вас изначально. Понимаете или нет? То есть, если вы спокойны, вы войдете быстрее. Если вы неспокойны, то может, как вы раньше говорили, может, не 20 раз отжаться надо для того, чтобы сбросить напряжение самым простым способом. А потом опять в эту волну уходить. То есть, тут надо быть, как вам сказать, как вот картину рисуете. Я просто понимаю, куда я должен попадать. Понимаете? Состояние. Попадать. Ну, скажи, скажи, куда ты должен попадать? Чтобы все услышали, куда ты должен попадать? Ой, тут словами сложно сказать. Вот это состояние похоже, когда я начинаю засыпать. Знаете, вот если... Очень часто люди днем не спят, а как они говорят, ботствуют, что ли. То есть, это сон не сон. Это вот такое состояние сон не сон. И вот в этом состоянии, в этом состоянии, вы... Идеальный вариант, это когда вы начинаете мечтать о том, чего вы хотите. Но, если мечтаю, у вас не получается мечтать, тогда вы тупо думаете о том, что у вас в голову в это время влазит, как вы об этом говорите. То есть, делаю, как делается, а думаю в это время о тех проблемах, которые у меня есть. Да, допустим, там... Думаю, чем переживаю, чем переживаю. Да, да, да. И не борись с собой. Нет, этого делать не надо, не надо. Думаю, о чем думается, но на фоне автоколебаний. Да, и есть еще один вариант. Это вы можете про себя рассказывать другому человеку, чтобы еще дальше от себя уйти. То есть, вот я качаю волну, это самое... Ну, допустим, ну, я думал, как еще... От самоконтроля отвлекаешься, занят чем-то у тебя на автомате. Ну, допустим, куколку перед собой положите, там, или какую-нибудь там игрушку, и начинайте ей объяснять, как делать волну. Ну, понятно, понятно. То же самое получится. Ты так просто, так ярко, так свободно все это рассказал, и я думаю, что 30-40% людей, у которых не получалась волна, они не понимали, как это сделать. Да, может быть, да. Я вам еще скажу, если волну с дыханием совмещать, это такое, такие упражнения можно придумать. Это космос вообще будет. Валера, там у нас есть люди, которые, ну, думают, ну, как же нам от головной боли избавиться, как же нам нога болит, там, как же паники снять. И вот теперь они его так сделают. Пусть начнут с простого, да, пусть начнут с простого, да. Да, конечно. Я же вам когда говорю, что когда, допустим, вы показываете стресс-тест, то многие, наверное, ну, не знаю, вот у меня сначала, я тоже думал, идут руки, не идут, не идут, не пойму я, короче, не могу понять. А вот тут, как-то это проще гораздо получилось. Мне кажется, вы это тоже поняли. Да, это круто, Игорь. Я горжусь, что я это придумал. Это круто. Я вы что, это... Вы не просто это придумали, вы объяснили это, понимаете? Придумать это одно, надо еще объяснить, в чем фокус этого упражнения. Когда понимание улучшается, снимается напряжение, как вы понимаете. Чем я больше понимаю, тем я более осознанно это делаю. Чем я осознанно это делаю, тем я более расслаблен. А весь фокус в чем заключается? В том, чтобы расслабить себя психологически и физически. Я сказал вчера в ролике, что придет Валера, который сказал, что это не просто супер, что это божественно. Ну, я не знаю, я не знаю еще, что можно придумать, понимаете? Это настолько просто, настолько ясно. И при этом, как вам сказать, я еще, знаете, о чем подумал? Что почему человек обычно учит сидячем положении? Потому что, когда ты лежишь, ты сильно расслаблен. Когда ты сильно стоишь, ты сильно напряжен. А это как раз золотая середина, которая позволяет оптимально чему-то учиться. А как раз-то эта волна, она и начинается в сидячем положении. Хотя потом ее можно и крутить, как хотите. Валера, спасибо тебе огромное. Я жду от всех проверки, чтобы все проверили. Ну, конечно, да. Это ко мне пациент, больная, тяжелая, больная. Я должен ей помочь. Мы успели, Хосем Андреевич, мы успели. До свидания.